В крупных городах экзамены по новым правилам уже сдают. В Сарове первые испытания ждут кандидатов в водители 7 апреля. Чтобы сгладить общую напряженность, в актовом зале ГИБДД прошло собрание для владельцев автошкол и инструкторов. Один из самых острых вопросов – кто будет виноват, если во время экзамена произойдет ДТП. Напомним, если раньше рядом с выпускником автошколы на месте, оборудованном дополнительными педалями, сидел его инструктор, то теперь на переднем пассажирском кресле будет находиться инспектор. «Позиция апартамента ученик – кто осуществляет движение транспортным средством». Здесь возникает одна из правовых коллизий новых правил. По закону ученик не несет никакой ответственности, пока у него нет прав. Сотрудник ГИБДД тоже не имеет отношения к машине. Остается инструктор, отвечающий за транспортное средство. И теперь он в лучшем случае может сидеть на заднем сидении. Посложившиеся во многих городах России практики именно инструктора вписывают страховой полис как владельца машины. И если раньше он мог вмешаться в дорожную ситуацию, нажав на дополнительную педаль тормоза, теперь во время экзамена он может только наблюдать за тем, как ученик справляется или не справляется с вождением. Но в случае ДТП, не дай бог, с пострадавшими, инспектор выходит из машины, ну и как бы все, и на этом экзамен закончен. Он говорит, экзамен не сдан, заполняет экзаменационный протокол и пошел заниматься дальше своими служебными обязанностями. Выходит ученик, закрывает дверь и говорит, ну я же не водитель, и ушел домой. И остается только владелец транспортного средства, который никуда не может деться, потому что у него машина стоит посередине города, грубо говоря. Есть еще момент. Предусмотрены несколько элементов, обязательных к исполнению на любом экзамене. Но не всегда дорожная обстановка позволит их выполнить. Например, обгон и опережение транспортного средства или движение с максимально допустимой скоростью. При соблюдении всех необходимых каких-то моментов нужно обязательно их выполнить. Но если их фактически выполнить будет невозможно, тогда они, ну, выполнять их не будут. Но задача в том, чтобы все-таки проверить навыки учеников, навыки выпускников, и чтобы они, ну, в итоге безопасно двигались по дорогам. Как считает Денис, сейчас после вступления в силу правил процент не сдавших на права с первого раза будет больше и увеличится число недопущенных к экзамену. В первую очередь это связано с тем, что автошколы будут беспокоиться за сохранность своей собственности. Но на будущее я считаю, что, ну, это мировая практика, будем говорить так, откровенно. И мировая практика говорит о том, что использование такого обучения и такого экзамена, вида экзаменов, она приводит к определенным успехам и результатам. Несмотря на все несовершенства, у новых правил много плюсов. Система отходит от экзаменов в тепличных искусственных условиях. Испытания становятся максимально приближены к реальным. Скорее всего, в ближайшее время выйдут новые постановления и подзаконные акты, которые помогут разрешить спорные моменты. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.